Тут тихо, в горловки стреляют, там ужас происходит, а тут тихо, свежим воздухом пахнет. Десять дней тишины, но для подростков с Донецкой Республики они показались целой жизнью – каникулы, которые и должны быть у детей. Вторую летнюю смену Алтайский край провел для юных жителей Донбасса. Действительно, мы, Алтай, находимся достаточно далеко от Донецка, и родителям, естественно, было очень тревожно отпускать ребятишек так далеко. По три дня на поезде они ехали, но вот уже к середине смены, то есть через два-три дня после того, как они приехали к нам, уже родители поняли, что дети здесь в безопасности, что у нас интересно детям, и что дети заняты, и что с ними здесь все благополучно. И хотя дети отдыхали, каждый день был расписан экскурсии по территории края, например, на родину Василия Шукшина в Сростке, или мастер-классы в технопарке, а также занятия с психологом. Организаторы смены попросили не задавать детям вопросов о событиях на родине, слишком тяжелые воспоминания. Но перед специалистом подростки не закрывались. Сегодняшнее занятие – о работе в команде и о том, как справляться с трудностями и переживаниями. Проект предполагает не только образовательную программу, классическую, но и психолого-педагогическое сопровождение ребятишек, потому что, во-первых, дети приезжают из разных школ и зачастую друг с другом незнакомы. Поэтому, естественно, проект включает занятия по адаптации, по знакомству. Ходили туда-сюда, туда-сюда, потом ездили, потом жарили картошечку, а потом зверей мучили. Запомнилось, как у нас вожатых украли. Мы уже бандита нашли, надо его арестовать, только осталось. Студенческая смена мне очень понравилась. Тут очень много друзей я нашла новых. Мне будет очень сложно расставаться с вожатыми, с нашими учителями. Эта смена – последняя летняя. На ней побывало 49 детей. Следующую организаторы планируют провести в сентябре. Уже буквально на пятый день смены можно слышать о том, что дети не хотят уезжать. Некоторые уже плачут, прощаются между собой, говорят, что не хотят покидать это место, не хотят покидать нас. И это, конечно, очень тяжело. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова